Встреча в правительстве шла около двух часов. В итоге энергетики остались крайне недовольны переговорами. Говорят, руководство Хакасии не идет найти условия, что они предлагают. Поэтому планы у МРСК Сибири все те же. Продолжать отключать должников, обращаться в суды и даже на федеральный уровень. Пикетов и народного возмущения можно бояться тогда, когда не чувствуешь свою правоту. Я чувствую нашу правоту, потому что мы действуем в рамках действующего законодательства. Мы не нарушаем ничего. Против людей мы ничего не делаем. Мы делаем, наоборот, даже, как бы это смешно ни звучало, наоборот, это даже для людей. Когда мы этот долг наращиваем, мы, как регулируемая организация, принесем это в тариф тем же самым людям, которые сегодня платят за электроэнергию. Другими словами, гасить долги за счет увеличения тарифов. А вот как глава Хакасии прокомментировал итоги прошедших переговоров. Совещание, по сути, было сорвано. Господин Павел Евгеньевич Акилин, директор МРСК Сибири, не принимает никаких доводов и предложений с нашей стороны, просто требуя отдать деньги. Со всей ответственностью заявляю, это саботаж. Нам выдвигают свои условия в грубой, ультимативной форме. Считаю поведение энергетиков недопустимым. Поскольку вижу в этом не просто нежелание договариваться с властью, а желание поставить под угрозу жизнь полумиллиона жителей республики. Вижу в этих действиях желание дестабилизировать политическую ситуацию в регионе. Вижу в этом только меркантильный интерес частной структуры и желание получить какие-то политические дивиденды. Обращаюсь к правоохранительным, надзорным органам. Прошу обратить внимание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на недопустимое поведение подобных структур монополистов. Продолжение следует...